Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть у себя в гостях. Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хантмейд. Но перед тем, как я буду показывать все то, что хочу вам показать, буду рассказывать все то, что хочу вам рассказать, наверное, будет правильно, знаете, как сказать. Значит, к большому сожалению, возникают мысли касаемо будущего канала, канала на ютубе, потому что ходят очень-очень много слухов по поводу того, что ютуб будет заблокирована. Рекламу уже отключили, ну и хрен с ней, в принципе, можно теперь видео смотреть без рекламы. Но могут заблокировать эту платформу, и поэтому канала не будет. Значит так, что еще хочу сказать, надо, кстати, сделать подпись, наверное, на ютубе. Я сделала канал на Ру-Тюбе, ну, конечно, это в данный момент нельзя сказать, потому что вообще какое-то есть сравнение непосредственно. Вот с ютубом. Ютуб мне нравится больше, но в любом случае сделала. Я на Яндексе Дзе не сделала, тоже мне не очень нравится. Твич я тоже сделала. В общем, признаться, будет очень жаль, если канал будет потерян, и все это время, которое, соответственно, я, да и не только я, было потрачено просто так, потому что, ну, я не знаю, потому что все пропадет. Это очень-очень, конечно, жалко, очень-очень обидно. Но в любом случае, там же еще те, кто находится в Инстаграме, те уже тоже в курсе, Инстаграм тоже могут заблокировать. Вот, поэтому у меня есть группа в Телеграме. Ну, в общем, как бы, ВКонтакте у меня тоже много друзей. Ну, много не мало, но в любом случае я боюсь то, что со многими девочками, к сожалению, потеряемся. Очень много девчонок отписались от меня и в Инстаграме, и на Ютубе. Ну, как много, не много, но много. Ну, я так предполагаю, что это связано непосредственно с ситуацией, которая творится в стране в данный момент, Россия, Украина. Много я говорить об этом не буду, вот, потому что, ну, потому что не буду. Самое главное, что я надеюсь, я надеюсь только на то, что Бог все рассудит, всех рассудит, и будет мир. Вот. Я сама по себе, мало того, что я еще и однофамилец многоуважаемого президента Украины Зеленская, и он Зеленский. Вот. Так еще и моя девичья фамилия Хохловка. Я сама наполовину Хохлушка, поэтому... Вообще у меня нету какого-то разделения украинец, русский. Я не знаю, я люблю Украину, мне, конечно, хотелось бы, чтобы там был мир, но в любом случае обсуждать, правильно ли ведет себя наш президент России или президент Украины, или вообще другие президенты, я не буду, потому что, ну, как минимум, я человек такой, скажем, да как и, собственно говоря, все подневольные и ничего не знаем. А что на самом деле происходит? Поэтому, мои друзья, дорогие девочки, которые сейчас находятся в Украине, я желаю самое главное здоровья и вообще мира, мира в мире. Ну, так вот, буду я потихонечку продолжать. Мне хотелось бы, конечно, все-таки не бросать свой канал, потому что у меня есть что вам показать. Сегодня я буду много показывать. Если честно, я хотела снять видео, наверное, уже где-то дней, так, это 8-7 назад, но все никак не могла, и сегодня, наконец-то, я все-таки решила это сделать. Я снимаю видео, буду вам показывать, ну, во-первых, процессы, финиши и покупочки. На самом деле, у меня очень-очень много всего, но что касается уже непосредственно большого процесса, который у меня есть, я его отложу. Вот такая вот у меня штучечка есть. Маленькая здесь тоже кое-что есть. Давайте, знаете, с чем начнем. Начнем, наверное, с того, что я буду вам показывать свой финиш. Один из, ну, как, главный-неглавный, но очень-очень хороший. Некоторое время назад я рассказывала, по-моему, в Инстаграме, и вообще девчонкам рассказывала некоторым, то, что я разбила, к большому сожалению, многоуважаемую салфетницу на столе на кухне. Вот. Вот. И у меня вот такая штучка была куплена, замечательная салфетница, которую надо было вышивать, полезная штука. Вот. И я ее вышивала, вышивала на деревянной основе. Неоднократно я говорила уже о том, что люблю деревянную основу. В общем, все очень-очень круто. Хочу сказать, то, что вышивала я ее, кстати, не так быстро. Я деталь не приклеивала. Вот сама вставила. Ну, вот так вот выглядит вот эта вот красота. Мы сейчас с вами посмотрим. Ну, вот, собственно говоря, то, что, как она вообще выглядела. Кстати, хочу сказать, что нарезка в этих наборах один метр. Ну, один не один, но 90 сантиметров точно. Вот то, что у меня осталось от этого набора. И, скорее всего, я выброшу это. Схемку я зачеркивала. Ну, так как я уже неоднократно говорила, я в Инстаграме неоднократно говорила, на Ютубе неоднократно говорила, у меня очень много процессов, поэтому я не могу вышивать, ну, то есть много времени посвящать непосредственно уже процессу всем. Вот. Это был один из, ну, таких второстепенных процессов, поэтому вышивала достаточно долго. Ну, вообще, да, мне очень нравится, как получилось. Вот так вот я вставила салфетки, она у меня располагается на кухне, но вот сейчас я ее принесла. И, кстати, сори, опа, забыла то, что есть у меня еще один процесс, который надо вам показать. В общем, вот это вот такой вот финиш, один из финишов совсем недавних. В общем, посмотрите, я все вышила сначала, потом сделала бэкстич, хотя нет, я немножко вру. Я, по-моему, немножко вышила, немножко сделала бэкстич, потом опять стала вышивать. Ну, в общем, получилось очень-очень здорово. Супруг мне с внутренней стороны приклеил фетр. Вот так вот эта салфетница выглядит сзади. Короче, мне очень нравится, вообще она классная. Мне кажется, что, конечно, такой красоты. Продается очень много салфетниц, сделанных из материала вот такого. То есть я не знаю, что это, фанера какая-то, я не знаю, интересно. Вот. Ну, таких салфетностей ни у кого нет. В общем, это один из моих финишей, очень важных, очень таких классных, очень красивых. Но так как мы говорим о финише, да, я хотела бы вот сейчас еще показать вам... Ну, так, я сюда уберу. Еще один финиш, который я должна была вообще показать 350 миллионов лет назад. У нас уже весна наступила, то есть даже зима в Алтау прошла. Ну, вот. А я так и не показала. Напоминаю то, что уже давным-давно, еще, по-моему, в 2020 году я начинала вышивать эту работу, но, к сожалению, основа была испорчена водой, поэтому я бросила этот процесс. В общем, недавно я начала. Вот. Вышивала не быстро. И основу-то я купила. Начала вышивать еще раз этот процесс. Вот фирма Милхилл, та фирма, которая мне очень нравится, кстати. Можно заметить еще, знаете, что, ну, в связи с сложившейся ситуацией, да, у нас цены на наборы очень сильно подскочили. Кстати, вот Милхилл тоже тоже стал достаточно таким, ну, дорогим удовольствием, скажем так. Вот. Вот такие наборы стоят, по-моему, уже около 1000 рублей. Ну, я не знаю, смотря где, конечно, покупать, но они немножечко повысились. Но я даже не думаю, то, что по России они будут так активно продаваться, потому что, может быть, в России их не очень много, придется заказывать их на это заграница, а там ВОЗ, ну, короче, в общем, не знаю, будут или нет. Вот такая вот работа у меня получилась. В общем, смотрите, такую бисюлечку я сделала с помощью бисера. Конечно, что-то осталось. Была у меня мысль продать остатки, а у меня такая мысль осталась. Может быть, продам. В общем, это еще один финиш, который у меня есть. Будем плавненько переходить еще к одному финишу. Опять-таки, это иностранный производитель. Мои любимые наборы. Вообще мне нравится производитель. А вот это у нас Диманжит, новогодняя игрушка Ангелочи, которую я тоже вышивала и вышила довольно-таки давно. Все, в общем, как бы сделала. Все круто. Все приклеили мне. Муж, вернее, приклеил мне. Приклеили. Не я клеила, а приклеил. Вот. Все я сделала. Все у меня получилось. Вот. Но, опять-таки, еще раз повторяю, не снимала видео, вам не показывала. Вот. Вот такая вот у меня игрушка получилась. Очень красиво. В данный момент я, кстати, елку новогоднюю свою маленькую так и не убирала. Она у меня висит на елке. Когда я вышивала эту работу, я, по-моему, где-то накосячила здесь, распорола. По-моему, где-то еще накосячила. Здесь тоже распорола. Ну и, в общем, в принципе, в целом могу сказать, я довольна. Получилось очень-очень красиво. Вот. Кстати, я знаю сейчас, о чем еще буду вам говорить, чтобы это показывать. Это еще один из... Да, это февральский, наверное, финиш. В общем, у меня целых три финиша. Один мартуский, по-моему, получается. Да, и два февральских. Сейчас я вам еще кое-что хочу показать. Долго очень девочки спрашивали, начну, не начну. Ну, в общем, я говорила то, что мне нравятся все игрушечки, да, от фирмы Dimensions. У меня вот недавно... Ну, как недавно? Январь. Да, ну, как подарок нового года. Были еще одни такие вот игрушечки. Несколько были куплены. У меня, кстати, в Инстаграме есть. Вот мои покупки. И я собиралась, выбирала, какой набор все-таки начать вышивать. Вот. И я начала, по-моему, вышивать вот этот. Но в любом случае... Кстати, что хочу сказать по поводу этого процесса. Вот здесь глазки я сделала бисером. Блин. Бисером от Milhila. Вот так вот. Вот. В общем, была у меня, короче, как бы такая вот мысль начать, не начать. Но в любом случае, я потом уже сначала начала ангела, да, вышивать. Потом вот этот вот маленький такой домик. Тоже новогодняя игрушка. Тоже от Dimensions, которая мне нравится вообще. Ну, еще раз повторяю, я в восторге. Мне нравится деревянная основа. Еще раз повторяю. Не знаю, что будет дальше. Будут ли продажи вообще этих наборов. Вот. И цена. Не знаю. Ну, вот, ну, как сказать-то. Примерно половину у меня этого набора готова. Где-то вот здесь я, кстати, накосячила, распорола. Пока не перехожу. Сначала вот вышлю, наверное, здесь все и перейду сюда. Но здесь, я думаю, я закончу. Где-то я немножечко там крестиков не сделала. Но это тоже другой вариант. Ну, в общем, это другой разговор. Вот здесь надо будет исправить. Здесь у меня маленький косячок. Ну, в общем, вышиваю я такую вот красоту. Вот фирма Dimensions. Кстати, сейчас мы с нами, знаете, о чем будем говорить? Говорить будем о Dimensions. Еще раз. Ой-ой-ой. Это еще один мой наборчик. Тоже покажу вам. Вот. Говорить вот если о, соответственно, о том, что будут ли продавать эти наборы или нет. Хочу сказать, что некоторое время назад у меня произошли маленькие покупки. Еще раз повторяю то, что нравится мне эти наборы. Я решила приобрести, ну, там маленькая скидочка была у нас на Байлдберрисе. Я приобрела целых три набора. Такие вот две игрушечки. Ну, неправильно сказать. Это игрушечки. Какие-то стеклянные шары или как они там называются. Вот. Как обычно Dimensions, ой, Dimensions, Байлдберрис вот налетинил свой штрих. Кода, смотри. Ну, правильно сделано. Прям сюда. В общем, я приобрела три игрушки. Я не буду сейчас точно считать, сколько у меня всего вот этих вот игрушечек от Dimensions уже. Ну, в любом случае, много. В общем, вышивать-вышивать. Хотелось бы вышить всем. Ну, это тоже классно. Блин, не горела. Не хотелось бы открывать, мои хорошие. Вот. Ну, в общем, еще один. Маленький снеговичок Дед Мороз тут едет. По-моему, еще такая игрушка есть. Ну, не помню, купила, не купила. В общем, были маленькие у меня покупочки. Теперь мы с вами, знаете, что еще поговорим, пока, так сказать, завершается по поводу нового старта. Некоторое время назад, я сейчас вот так вот его достану, покажу. Я приобрела, вообще мне нравится фирма Жар-Птица очень. Кстати, хочу сам первое, что сказать. Это длина ниточек классная, целый метр. И повторяю вам то, что может метр, не метр, но 90 сантиметров и точно ей. Вот. Вот. В общем, купила я. Мне понравилось. Вообще, я люблю такие розовые оттеночки. Вот. Люблю вышивать на пластиковой основе. Вот. Ну, я купила. Долго я смотрела одной девочке. Я на нее подписана в Инстаграме. И у нее есть свой канал на Ютубе, Лена. Вот. Она тоже вышивала. В общем, насмотрелась и решила начать. В общем, долго я выбирала, 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 какую игрушку начать. Либо вот эту, либо вот эту. Ну, решила начать вышивать вот эту игрушку. Вот. Что вам могу, конечно, сказать. На данный момент очень мало вообще. Я всего еще вышел, касаемо непосредственно этой игрушки. То есть, потому что, ну, еще раз хочу сказать. Я это неоднократно говорила. Еще раз скажу. Много процессов, много времени надо. Ну, поэтому не на все хватает у меня, как минимум, у него. Вот. Так что, смотрите. Здесь такая вот розовая корзиночка. Вот немножечко я здесь закончу. Потом следующее я хотела бы, наверное, начать сердечки. Вот эти цыпочки, цыпляточки. Потом буду вышивать, наверное, сначала вышью корзину. Ну, классные оттенки. Очень много розового. Все, как обычно. Я немножко, если честно, посвечу. Вот такая вот схемка. Ну, все, как обычно. В целом, ничего, конечно, такого прям особо нового нет. Единственное, что это то, что только вот ниточки по длине. Это классно. Ну, вот такой вот у меня маленький стартик был, который я покажу. Кстати, не знаю, буду я опубликовать это видео на Ютубе после того, как смонтирую. Может, и на Рутубе, может быть, и на Яндекс.Дзене. Короче, наверное, везде это буду делать. Не знаю, короче. В общем, блин, вечная проблема на данный момент. Постоянная, вернее. И последний процесс, который я хотела бы показать, он уже большой. Это опять-таки замечательный... Это замечательная работа от фирмы Димашис, которую я вышиваю в последнее время. У меня очень много процессов, которые, ну, по-хорошему, можно было бы начинать, вот, вышивать вечером, как я, ну, как правило, это делаю. То есть серьезные, большие процессы какие-то я вышиваю вечерами. Вот. Но что-то как-то вот у меня немножечко вот именно к этому процессу, ну, как-то, я не знаю, привязала. Но это я вышиваю этот набор. Не могу сказать то, что он вышивается очень-очень быстро, но напоминаю, говорила, не говорила уже, ну, какая разница. Вышивка в шесть ниток. Вот. Вообще шикарно получается. Ну, как вы видите, единственное, что можно сказать, да, мне не нравится то, что вот здесь немножко старыми надо просвечивать. Но, в принципе, это нормально, да. Если мы что-нибудь подложим туда, ну, я не знаю, что. Давайте вот так вот просвечивать. Ну, нет. Вот. Надо что-нибудь туда... Понимаете? Надо вот так вот немножко подложить, и получается, конечно, лучше. Но я так думаю, что такого не будет. Ну, во-первых, будет вышито, а во-вторых, скорее всего, какая-то будет основа. Вот эта работа, да. Вот. Ну, пока не знаю, но мне кажется, не должно как-то вот так вот просвечиваться. Вот. Значит, вышивается в шесть ниток. Ранее я приобрела, не помню, не показывала, не показывала такую раму. Степлер у меня муж отфигарил ее. Я искала очень долго эту работу, прифигарил, короче, на раму. Я искала очень долго снапы. Полян горела, я так и не нашла. В общем, испытывала некоторые проблемы по той простой причине, что у снапов есть по краям, там же они такие круглые, да. Есть такие вот штучки, тоже беленькие, которыми фиксируются. Хотела, ну, найти, чтобы вот вроде как бы натянута была, потому что это вечная проблема. И так я, короче, и так я делала. Вот. Ну, в конечном итоге, в общем, супруг меня взял и это пристрелил. Ну, так вот в целом, в принципе, он здесь, конечно, плохо натянут. Ну, я так думаю, это все будет чуть-чуть попозже решено. Тимох пришел, вышел из школы. Вот. Значит, пока вот вышиваю вот так. Еще раз хочу вот сказать то, что у меня много процессов, но никак я за другие не возьмусь. У меня же есть еще один Dimensions, кстати, вот который благополучно стоит совсем недалеко от меня. Там готовы ровно три четвертых, ну, чуть-чуть поменьше, чем три четвертых. Вот. Ну, никак не дойду. Ну, нравится мне этот процесс. Как-то проблем у меня, в принципе, нет при его вышивании. Ну, конечно, шестью, в шесть ниточек вышивать как бы не очень, ну, как бы так не очень привычно. Ну, в общем, здорово получается. Вот. И мне очень нравится. Все, сейчас. Минуточку, минуточку. Давайте я вам напомню, что должно у нас получиться. Коттедж. Очень красиво, очень красиво, очень ярко. Конечно, мне вот такие вот коттеджи. Я знаю, что коттеджи есть вот примерно такие же. Много наборов есть. И даже, кстати, эти китайские есть. Вот, и алмазки есть еще. Какие-то есть, мне очень нравятся, очень красиво. Вот. Но, пока я к нему переходить не буду. Буду вышивать с левой стороны. Давайте еще разочек я вам покажу. Наверное, вот как-то вот так. Скорее всего, я подойду аккуратненько к лодочке. Видите, здесь натянута не очень хорошо. Ну, может быть, вот здесь. Ну, в общем, не знаю, как дело пойдет. Работа большая. Вот, 30 на 40 сантиметров. Но, мне так кажется, то, что получится вообще просто огонь. У меня такая будет первая работа. Вот. Ну, в принципе, я вот все, что хотела, вам показала. Вот, еще раз хочу сказать. Я не знаю, то, что будет с каналом пока что. Но, мне бы не хотелось, как бы так сказать, от вас уходить. И на ютубе целых 840. Сейчас посмотрим. 800, по-моему, 41, считаю. 42, 43. Короче, дохренища. В общем, видосиков сняты. Маленько тут люди отписались. И 740 план. Последний был. 12 дней назад. Вот. Ну, я не знаю, сегодня-завтра я опубликую это видео. Вот. Ну, не хотелось с вами пообщаться, поэтому я его сняла. И на этом я буду потихонечку уже закругляться. Самое главное, еще раз хочу сказать, девчонки. Я вам всем желаю мира, добра, спокойствия и всего хорошего. Больше я не буду распространяться на эту тему. Просто, девчонки, дай бог, чтобы был мир. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Смотрите мою страничку ВКонтакте. Там мне тоже были, наверное, ссылочки выставлять. Вот. Подписывайтесь на страничку в Инстаграме. Я тоже не знаю, что здесь не будет. В общем, все очень так неопределенно. Но в любом случае, если есть возможность, обязательно подписывайтесь. Всех я вас была очень рада видеть. Конечно, здоровья и всего хорошего. Всех девчонок я поздравляю с прошедшим 8 марта. Всех я вас люблю. Всех я вас целую. С вами была ваша Зеленская Хендмейд. Побежала встречать сына, да. И надо помыть голову быстренько. Всем хорошего настроения. Мира нашему миру. Всем пока. Пока.